МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Стартовал проект Госкорпорации «Росатом. Слава Созидателям-2017». Для участия приглашаются школьники города Десногорска. Подробная информация на сайте администрации Комитета по образованию и образовательных учреждений. Юные десногорцы приняли участие в международном конкурсе живой природы. Свыше 180 снимков флоры и фауны представили они на международный конкурс в объятиях природы, который посвящен Году экологии и 25-летию концерна «Росэнергоатом». Этот конкурс разработан для повышения информативности общественности по культурно-экологической безопасности и популяризации атомной энергетики среди населения. 5 июня, в День охраны окружающей среды, были озвучены итоги муниципального этапа. Награждение победителей и участников состоялось в ЦСО Нейтрино. Мы с вами живем на территории Атлану Сталича. Мы должны любить свой город. И ваша инициатива, ваше желание быть нужным городом – это, наверное, самое важное. Что такое природа – это красота. И вы, все сегодня собравшиеся здесь, сказали свое слово об этой красоте. Вот эти замечательные фотографии. Всего в муниципальном этапе, который реализовали Смоленская АЭС и администрация города, приняли участие 43 юных фотографа. Все работы были очень оригинальными. Выбрать победителей для жюри оказалось сложной задачей. Победить все мы могли, в принципе, в конкурсе. Он для того, в конкурсе. Тем не менее, это не последний конкурс, не единственный, который проводит Смоленская АЭС. Держать, и удача будет, конечно, с нами. Несмотря на сложность, победителями признаны Анастасия Каретникова – первое место, Анастасия Кузьмичева – второе место, Павел Шапулев – третье место. Работы этих ребят представит Десногорск и Смоленскую АЭС на международном этапе. Этот конкурс был очень познавательный и интересный. Я увидела очень много. Я побывала в разных местах, увидела много разных зверей. Природа мне очень понравилась. Весь процесс съемки, то, что происходило. Работы еще десяти школьников были отмечены специальными номинациями. Имена победителей международного этапа проекта «В объятиях природы» станут известны только 17 июля. Авторов лучших работ наградят путевками в экологический лагерь. Там их ждет мастер-класс от известного фотографа-натуралиста Балента Винце. Десногорские школьники приняли участие в конкурсе юных педагогов школы «Росатом» «Учителя, взрастившие целый город». Из 17 городов участников проекта поступило 133 заявки. От школьников нашего города было 5. Обучающиеся первой школы Дарья Козлова и Никита Кукин стали победителями в номинации «Видеоинтервью». Теперь ребята поедут на отраслевую смену для одаренных детей городов «Росатома», которая пройдет с 11 по 31 августа во Всероссийском детском центре «Океан», город Владивосток. Чем больше проходит времени, тем больше отдаляются даты и события самой страшной войны человечества 41-45 годов. Каждое следующее поколение все меньше знают о воинских подвигах своих предков. Сохранить о них память – наша задача. В детских садах нашего города есть традиция приводить старших воспитанников на мемориальный комплекс «Курган Славы». В нашем сюжете мы расскажем вам, о чем беседуют дети на этом святом месте. Выпускники группы детского сада «Мишутка» погожим майским днем пришли на мемориал «Курган Славы». Их поход не был приурочен к определенной памятной дате. Воспитатель Оксана Горелова привела своих воспитанников, чтобы просто рассказать им об истории военных лет и о боевых действиях на Смоленщине. Для чего на «Кургане» стоит большая звезда и кто похоронен у ее подножия. Сейчас с вами пройдем на «Курган», чтобы поклониться памяти тех, кто отдал жизнь за то, чтобы и ваши родители, и мы с вами жили счастливо и мирно. Дети положили к памятнику простые полевые цветы и поклоном головы почтили память павших воинов. Настоящая пушка – объект особого внимания для детворы. Они не воспринимают ее как военное орудие, а скорее, как большую игрушку. У братских могил они узнали, сколько останков воинов покоится теперь здесь. Каждый ребенок звоном в колокол почтил память всех погибших воинов. Даже после этого короткого похода они уже делают первые выводы. «Я знал, что здесь есть могилы, где мертвые, погибшие солдаты. Есть пушка, есть звезда большая и флаг есть здесь». «А почему мы должны приходить на это место?» «Потому что это памятник о солдатах». И пусть сейчас еще не все понятно маленьким детям. С возрастом к ним придет осознание великого подвига русского народа в Отечественной войне. 5 июня участники фольклорного отделения Десногорской музыкальной школы приняли участие в пятом межрегиональном фестивале «Зеленые святки», который проходил в городе Чаусы, Республике Беларусь. Наши фольклористы показали на фестивале обряд Руслевского уезда. За прекрасное выступление десногорцы получили диплом за сохранение культурного наследия. Форум социальных инноваций открылся в Подмосковном Красногорске. Его цель – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий граждан. Наш регион презентует три проекта. Это открытие медицинских центров, оказывающих населению помощь в рамках системы ОМС с использованием механизмов государственного частного партнерства, проект христианского духовно-нравственного просвещения людей пожилого возраста и инвалидов через сопричастие к православным праздникам. И третье – инициатива создания социальными работниками, волонтерами и людьми старшего поколения, альбомов памяти, которые являются своеобразной терапией воспоминаний. По словам организаторов, этот форум поможет привлечь в отрасль социально ответственных инвесторов. В Смоленской области сотрудники дорожной полиции проводят профилактическое мероприятие «Чистое стекло». Его цель – пресечение правонарушений водителями, управляющими транспортными средствами, со светопропусканием стекол, не соответствующим требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Подобные профилактические операции проводятся регулярно в интересах всех участников дорожного движения. Ведь плохая видимость для водителя, особенно при сложных погодных условиях, может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Светопропускание передних стекол автомобиля должно быть не менее 70%. То есть, нанесение какой бы то ни было тонировки на них правилами категорически запрещено. Нарушителей штрафуют на 500 рублей и предлагают самостоятельно снять плёнку. Помимо административной ответственности, личным составом госавтоинспекции выдаётся водителям требование об устранении нарушений административного законодательства, в рамках которого в течение 10 суток они обязаны устранить указанное нарушение. В случае, если водитель отказывается, предусмотрена административная ответственность. 3 июня сотрудники городского центра поддержки молодёжных и детских общественных объединений совместно с волонтёрами организации студенческого актива ОСА, молодёжной редакцией «Поколение» и военно-патриотическим клубом «Ангел» организовали и провели поход выходного дня для детей и подростков города Десногорска. Программа мероприятия включала в себя спортивные и развлекательные эстафеты, прохождение полосы препятствий, сборку-разборку автомата АК, занятия по рукопашному бою, а также игры на развитие внимания, усидчивости, быстроты движения, ловкости. Ребята остались довольны. В завершении выпуска новости Росатома специалисты утверждают, что уже через 10-15 лет всё, что делалось из металла, будет изготавливаться из композитных материалов, в частности, из углеродного волокна. К осуществлению этих прогнозов в России стремится госкорпорация «Росатом». На международном форуме в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о строительстве в нашей стране очередного производственного комплекса для получения этого высокотехнологичного материала. Длина этого самолёта – 5 метров, вес при этом меньше 1 килограмма. Он построен с применением лёгких и прочных материалов на основе углеволокна, успешно используемых и в промышленном авиастроении. В России высокотехнологичные композитные материалы с уникальными свойствами создаёт и производит госкорпорация «Росатом». Открытые ею предприятия уже несколько лет поставляют на отечественные и европейские рынки свою продукцию – нити и ткани из углеволокна. Соглашение о строительстве ещё одного производственного комплекса было подписано на завершившемся несколько дней назад в Санкт-Петербурге в Международном экономическом форуме. Предприятие по производству пан-прекурсора основного сырья для получения углеродного волокна будет создано в особой экономической зоне Алабуга. Там уже два года функционирует крупнейший в России завод, выпускающий углеродные нити и ткани. Сырьё для их производства на сегодняшний день поставляется из-за рубежа, что существенно влияет на конечную стоимость композитных материалов. Строительство нового завода позволит изменить эту ситуацию в лучшую сторону, а значит, привлечь внимание потенциальных заказчиков. Мы заинтересованы сейчас в импортозамещении, чтобы уменьшить себестоимость продукции, а также подстраховать технологические риски. Мы сейчас активно смотрим отечественных поставщиков подобных материалов. Предприятия Росатома готовы полностью удовлетворить отечественный спрос на углеволокно. Линейка продуктов позволяет использовать эти материалы в авиа- и автомобилестроении, медицине, строительстве и ряде других областей промышленности. Кроме того, большие перспективы использования углеволокна есть и в атомной сфере. Мы уже несколько лет ведем работы, чтобы можно было эти материалы использовать при сооружении атомной станции. Причем не только в России, мы строим много за рубежом. Использование композитных материалов с каждым годом становится все активнее. По оценкам специалистов, через 10-15 лет они полностью могут заменить металл. Такие перспективы развития нового бизнеса ставят перед госкорпорацией Росатом стратегическую цель. Уже к 2021 году вырасти из крупнейшего производителя углеволокна в России до одного из мировых лидеров в этой отрасли. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова